ВИКТОР БЕРЕЗОВСКИ Одесса на пороге эпидемии гриппа. Возможно, массовое закрытие детских садов и школ. Одесская милиция отрабатывает задержание террористов. Украинские военные в любое время готовы вернуть тяжелое вооружение на позиции, с которых оно было отведено. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает в своем твиттер его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Напомним, 26 февраля в Министерстве обороны Украины заявили о начале отвода 100-мм пушек от линии разграничения. Компания «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» 15 миллионов долларов предоплаты за газ в марте, сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Российская сторона подтвердила получение платежа от Украины, но заявила, что полученных средств хватит лишь на сутки поставок газа. Напомним, 2 марта в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Еврокомиссии. Украинская и российская стороны подтвердили участие во встрече. На Донбассе повреждено более полутора тысяч объектов инфраструктуры Укрзалезнити. Для их восстановления нужно более 800 миллионов гривен. Об этом заявили в пресс-службе Укрзалезнити. Разрушенные планируют не просто восстановить, а сделать это согласно новейшим стандартам. Для этого намерены привлечь иностранные кредиты и благотворительную помощь. На сегодняшний день Укрзалезнити уже удалось восстановить 742 объекта. На это потратили около 125 миллионов гривен. От общих проблем к частным. Кандидат депутата Одесского городского совета Лилия Рогачко провела очередную встречу с избирателями в 59-м мажоритарном округе. Количество одесситов на таких встречах постоянно растет. С какими вопросами наши земляки идут к своему кандидату далее в сюжете. Киевский район, 59-й округ на довыборах в горсовет. В приемной кандидатов депутаты Лилии Рогачко тесно, но уютно. Тут сладости и чай, а главное – живое общение. Инвалиды Киевского района нашли здесь не только сочувствие, но и уважение. Неспешная беседа от общего переходит к частному. Сухие ветки проходят и хотя бы подошел кто-то, я вынесла табуретку, вылезла с палкой, спилила. Делали буквально 3-4 года тому назад на первом этаже и второй этаж делали. Дальше они никто ничего не хочет делать. Они сделали вход в воду. Ну то, что мы с вами смотрели, да. Они не были сделаны. То, что касается пляжев инвалидов, поверьте, начнется весна. И неважно, на каком округе он находится. Он находится у нас в Киевском районе, он находится в нашем городе. И поверьте, я приложу максимальное усилие для того, чтобы вы в этом году, ну как бы, было вам еще комфортнее на этом пляже. И качество отдыха на этом пляже, ну не то, что не изменилось, наоборот, чтобы оно стало еще выше. Свою программу Лилия Рогачко строила на основе таких встреч. Многие из них проходили в ее бытность председателем Киевской райадминистрации. Мы с ней уже работали. И общество вот здесь, вот видите, это же все. Мы работали вместе. Поэтому ее работоспособность нам известна, ее силы и вот ее желание и понимание. Понимание нас и желание помочь. Вот полицейские это поставят, там заборчик это поставят. То, что по мелочам работа. Большие работы им не под силу за такое короткое время. Как впечатление у вас от кандидата? Прекрасные. Ей можно доверить достойно того, чтобы ее избрать депутатом нашим. Депутат это не волшебник. Есть вещи, которые депутат должен, обязан делать. А есть вещи, которые он не в состоянии сделать. Вот сегодня девочка приходила, я собираюсь ей позвонить. Она молоденькая девочка, она была на встрече. Я ей говорю, вы не поверите, у нее мужа забрали в это, она рыдает, у нее двое детей. Ответственность депутата как мажоритарщика, она, знаете, двойная, потому что он непосредственно выбран вот конкретно этими людьми, проживающими на этом округе. И он перед ними несет двойную ответственность, персональную, ну вот перед каждым жителем буквально. Выборы в 59 округе пройдут 8 марта. В Одессе повысился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В частности, за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 19%. Эпидпорог пока не превышен, но в СЭС рассказали, что если ситуация будет ухудшаться, школы придется закрыть на карантин. По словам заведующей педотделом Одесской областной СЭС Людмилы Красницкой, гуляющий по городу вирус относится к группе Б, который протекает сложнее, чем пандемический или вирус группы А. Картина болезни ярко выраженная, сухой кашель, высокая температура, насморк, боли в надбровных дугах, ломота в теле и головная боль. Эпидемиолог советует не заниматься самолечением, а уже при первых симптомах вызывать врача. Врач сам назначит именно то лекарство, которое необходимо больному, как правило, это противовирусные, направленные именно на вирус группы Б. В случае, если пациент затягивал с вызовом врача и у него начались осложнения вроде бронхита или пневмонии, то тут уже не обойтись без антибиотиков, говорит специалист. Только за последнюю неделю заболелись 7000 одеситов, большинство из них дети. Мы направили горуправлением просьбу установить жесткий контроль за посещаемостью в школах и проведением противоэпидемических мероприятий. В случае, если посещаемость так и будет падать, то будет решаться вопрос о прекращении учебного процесса, продолжает Людмила Красницкая. Судьи Одессы требуют. В апелляционном суде Одесской области состоялось важное заседание, в котором приняли участие судьи всех инстанций. Повод для столь масштабной встречи далеко не самый радужный. Уличная иллюстрация в отношении работников судов достигла своего предела. Государство не может и не должно поощрять подобный произвол. Эти и другие проблемные вопросы нашли свое отражение в заявлении судей Одессы. Подробности далее в сюжете. Инцидент судьей Суворовского районного суда Сергеем Боднером, которого засунули в бак и искупали в муке некие активисты в балаклавах и камуфляже, стал последней каплей, определившей решение судей всех инстанций Одесского региона. Необходимо обратиться с требованием к центральным органам власти, обратить их внимание на тревожные деструктивные тенденции, направленные на дестабилизацию работы судебных органов. Мусорная иллюстрация, покрышки под дверью, применение силы к работникам судов – всему этому должна быть дана правовая оценка. Если сегодня допустить насилие и давление на суд, то процесс выхода государства из кризиса может затянуться. Председатель Киевского районного суда Сергей Чуванкин напомнил, как предлагал коллегам отреагировать еще раньше на подобные явления. Никто не удосужился собрать, после того, как в Киевском суде было нападение, собрать вот здесь и начать разбирать и что-то действовать. Сделали, знаете, что произошло так. Так это черт, это все происходит. Это с фишмаринкой это происходит. Нас это не коснется. Вы помните, я в прошлый раз говорил, я видел в зале, здесь некоторые были ухмылки, улыбки. Молодой, горячий, энергичный, сгущает краска. А я вам сказал, 14-й год покажется легкой прогулкой. И сегодня там оказывается. Потому что некоторые люди, которые называются псевдодемократами, прикрываются идеалами Майдана. Теми людьми, которые действительно вышли за свободу, за справедливость, прикрываются и делают вот эти аннердные явища. Впрочем, говорят судьи, изменения должны произойти по обе стороны зала суда. Открытость, прозрачность, профессионализм должны стать неизменными атрибутами работника судебной системы. Я вообще хочу сказать два слова. Мы, судьи, должны тоже задавать этих поводов. Потому что это та работа, где тысячу справ будет правильно вырешено, а одна, она испортит все наши показники. Для этого мы головы судьи, а также каждый судья должен работать належным членом. Да, я знаю, я обращаюсь сейчас к председателям, я знаю, что нет денег. Я знаю, что такие псевдодемократы, я знаю, что они наглеют. Что они действуют часто не коровыми методами, я это знаю. Уважаемые коллеги, я обращаюсь еще раз к председателям за председателям. Услышьте меня, без сильной пресс-службы, без коммуникации с гражданами, с обществом, с журналистами. Ничего мы не добьемся. Судьи единогласно утвердили заявление к центральным органам власти и ждут незамедлительной реакции. На днях одесская милиция сообщила о создании трех специализированных групп, которые будут бороться с террористами-подрывниками. Одесские милиционеры провели тренировку, где показали, как нужно бороться с террористической угрозой. На тренировке бойцы отрабатывали несколько вариантов задержания террористов. Первый – злоумышленников, которые пытаются скрыться, задерживают после погони. Второй вариант – задержание преступников при попытке осуществления теракта. В результате действий правоохранителей условный террорист не успевает воспользоваться имеющейся у него гранатой РГД-5, а содержимое сумки подрывника осматривается оперативно-следственной группой. И о погоде завтра в Одессе тепло, небольшая облачность, температура воздуха плюс 5, плюс 9 градусов. Оставайтесь с Академией, а наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. В студии был Виктор Березовский. Всего доброго! Виктор Березовский. Продолжение следует...